Слушайте, Лёша накрутил, придумал. Я накрутил, молодцы. Я у тебя сейчас что-то было, он говорит, было. Всё, я буду рассказывать, что я хочу. На 4 на 7, я пришлю. На 4 на 7, я говорю. К ним-то общаться. Чё, подойдёшь? На 5 на 7. У меня была посуда разбита после того момента, когда Артём пришёл на ТЭД и говорит, ну вот Алексей в моём лице не мужчина. Потом я проанализировал всё это и подумал, что по мнению труса я могу быть даже не мужчиной. У меня просто в Сибири у бати была собака. Просто как Артём, конечно. У меня была собака лайка в Сибири. Когда батя ходил на охоту, её просто звали Валет. Она помимо того, что была глупая, плюс ко всему ещё была трусливая. То есть она вот когда медведя понимала, что медведь где-то идёт, там рысь, либо волк, она всегда назад убегала. И вот я так подумал, думаю, ну ладно, по мнению Артёма я могу быть даже не мужиком. То есть мне без разницы. То есть здесь сейчас сравнение такое вот красочное, немножечко даже классика напоминает литературу. Да, оно вот к этому было. Потому что он трус, там и филюстрация такая. Хорошо, он-то считает не мужиком, там и прочее. Вы конфликт замяли, урегулировали. К чему-то конфликт-то? Ты понимаешь, просто Кристина... У вас не было, когда мы пили посуду, а что это было такое? Кристина ему накрутила хвоста за то, что увидела в эфире, там ей либо скинули, что я сказал, что вот, ну, он общается 24 на 7 с девочкой, с которой у неё были, у него были, была интимная связь. Приехали на твою свадьбу, мне показывают девочку. Показывают девушку, мы с ней общаемся. Я выясняю, что он с ней спал когда-то, давно мне говорят, и он с ней общается. А Кристина знает о том, что та подружка, которая 24 на 7 с ним в общении, что у него были интимные отношения. В автобусе, он сказал, я спал, но это ничего не имеет значения никакого. Думаю, вот ты, блин, перец какой, а. В контексте разговор был такой, то, что почему он мне, как раз у нас пик тогда был конфликта, не разрешает общаться с Кристиной. У нас не было ни Тима с Кристиной, ничего. Причём это было на свадьбе у Артура, там это всё, он сам над этим смеялся, а сам мне рассказывал. Я у него спрашивал, я говорю, это кто, что за девочка? Он с ней как раз и на видео ему отправлял. Говорит, моя подруга. Вот, я говорю, у тебя с ней что-то было? Он говорит, да. Хорошо, я понял. Артём, расскажи мне, пожалуйста, я знаю, что у вас с Лёшей давно, мягко говоря, неприязнь, да, и всё это на фоне того, что Лёша там лезет в ваши взаимоотношения. Вот сегодня вы друг друга оскорбляли грязными, на мой взгляд, словами, бери посуду, к чему пришли? Слушай, ни к чему не пришли, не придём. Я сейчас вообще морально, эмоционально полностью опустошён, а по одной простой причине, потому что... 28 лет, как вы опустошён. Не говори, пожалуйста, про Лёй. А после реакции Кристины на всю вот эту ситуацию, которую она дала, я не понимаю, за что я борюсь, за какие отношения. А может, вы говорите про реакцию и послушайте, что она дала? Потому что вот эта реакция, которую она дала, я сейчас расскажу, для меня это неуважение и предательство с её стороны. Я ей написал сообщение, то, что я дорожу этими отношениями. Я хочу, чтобы всё было хорошо за них, борюсь. И для меня непонятно твоё поведение, и когда человек в отношения лезет нагло, провоцирует, пытается меня намотать, кляжает меня, как вот вчера была ситуация, за которую я сегодня предъявил, подошёл к нему, и чуть ли не до драки дошло, для неё это нормально. Она ничего в этом плохого не видит, на это сообщение она мне не ответила. Она дала ответ в соцсетях, тем самым опять проявила неуважение, уже ищет квартиру. А как она дала в соцсетях? Ну, что ищет квартиру, что ничего плохого не видит, её бесит моё грузное состояние, которое вызвано её поведением, отношением ко мне. А то, что происходит, ну, типа ничего плохого не происходит. Ну, я уже не понимаю, за что я борюсь, зачем я садил, выясняю отношения, нафиг она мне надо. А когда она возвращается? Конечно, садил, вообще безболезно выясняю. Через два часа. Я просто не понимаю, нафиг это вообще надо, нафиг я иду, с ним выясняю отношения, там, чуть ли не дерусь, нафиг это всё, если для неё это всё нормально. Она говорит мне, ты проектный, ты такой, ты неискренний, когда её друг максимально проектный, человек максимально неискренный. Артём, я сейчас, смотри, я сейчас не хочу уходить в сторону Кристины, объясню почему. Разбирались два взрослых мужика, причём здесь вообще-то нести. Я хочу разбираться вообще, и не буду с ним разбираться, и никакой реакции не дам, всё, что бы он ни говорил, в мою сторону, мне уже всё равно. Если ты решил сам разобраться с Адеевым, да, доводи это дело до конца. Либо, если ты хочешь, чтобы Кристина это решила тогда, надо было доводить с Кристины этот вопрос до конца. А ты и там, и там не довёл ничего, селал обман и сказал, ой, у меня моральное истощение. Класс! Она должна была выставить рамки изначально, а не я должен был вмешиваться. Это неправильно. Но ты уже вмешался. Все, что я вмешался, это уже неправильно. А её реакция, это уже определяющая. Хорошо, тогда, на мой взгляд, Артём, да, ну, как бы, либо ты тогда закроешь этот конфликт каким-то примирением, либо она... Да, я не буду ни с кем, я с этим человеком, для меня его не существует. Есть он, что и с ней всё равно. Такая реакция, собственно, мне вообще пофиг. То есть мне сидеть, ждать весь сны, чтобы взять ромашку и гадать. Набьют они друг другу морду? Ну, не набьют. Набьют? Не набьют. Правильно, так они не существуют. Артём, ты сейчас, конечно, не существует. А завтра его где-нибудь присанёшь в туалете. Нет, зачем? Что ты от меня сейчас хочешь? Чтобы вы до чего-то договорились. Либо давайте такой определённый батл, да, кто-то из вас сегодня покинет. Потому что сегодня, естественно, отбор. Давайте агитируем, что Лёша, Лёша, здесь не место. Лёша, пусть агитирует, что тебе здесь не место. Тебе так, конечно, проблем. Без смысла, я его всё равно отсюда не беру. Почему? Ну, потому что он ценный человеческий проект. Он не в отношениях очень давно его цель, Артём. И никогда он отсюда не выйдет. Значит, первое, Артём, любой старый участник, здесь сидящий на лобном месте, скажет, что про миллион таких говорили, точно не уйдёт, агитировать бесполезно, да, ну, тут он такой, тут яркий, интересный. И уходили ребята. У нас, Лёша, вопрос в вагонах. У него давно нет отношений. Вот эта история бесконечно-заврянская. То есть, то нет, то есть, то нет. Но вот здесь вот уже у всех сидим. Артём, поэтому если ты подкручишь какой-то здравый смысл и вот коллектив, то возможно, ну, правда, Лёшка всё не избавится.